Спасибо вам большое за приглашение, для меня очень большая честь, тем более, что по вашей правой руке сидит ведущий, специалист тоже в лечении кожной токсичности, и мы пересекаемся, поэтому у вас точно была альтернатива. Но спасибо, я с огромным удовольствием выступлю, расскажу свой... Вы, наверное, как врач-дерматолог, вы в этой области, а Елена Викторовна у нас уже как онколог. Нет, мы просто в хороших отношениях знаем друг друга. Вы знаете, как она рассказывает патогенез? Вы знаете про шапку-невидимку? Один раз услышав, все, больше не забудешь этого никогда, и зная, в какой аудитории я выступаю, я ни слова не скажу теории, и ни слова не расскажу про патогенез, и расскажу только наши клинические случаи, и очень надеюсь, что вам это будет интересно. Ну, действительно, кожная токсичность – это то, что мы встречаем очень часто, и на моей кафедре, я завкафедра кожных болезней, у нас эти пациенты каждый день. Знаете почему? Потому что я в очень хороших личных отношениях с главным онкологом Нижегородской области, и мы с ним просто договорились, что всю кожную токсичность просто по нашей дружеской. И вот такой связи он отдает. Эти пациенты к нам на кафедру идут бесплатно, каждый день, и мы их видим парт-дистанс, мы видим ваших пациентов. Для нас это совершенно новая популяция, конечно, морально очень тяжелая, потому что мы привыкли, что наши болезни не приводят к летальному исходу. Ну, вот эти анамнезы с вашим птичьим языком, вот вы сейчас обсуждали доклады, я ровно половину слов не знаю, воспроизвести их не могу, вы еще и пользуетесь сокращением, поэтому, пожалуйста, анамнезы читайте сами. Но это те анамнезы, которые мы получаем от врачей, и мы смотрим, если честно, только на окончание. Какое там окончание? МАП или МИП? И тогда мы понимаем, или пациент там говорит, таблетки принимаю, или один раз в месяц инъекцию. Ну, вот нам этого как-то достаточно. Ну, или комбинированной терапии. Но, когда мы видим, что это таргетная терапия, мы ожидаем одной истории. Когда мы видим, что это иммунотерапия, мы ожидаем другой истории. Конечно, вот на этом этапе, когда можно осуществить профилактику, нас с этими пациентами нет. Здесь все инструменты только у вас в руках. И здесь что мы можем сделать? Если мы ожидаем, что это будут фототоксические реакции, то мы, безусловно, назначаем фотозащиту, и мы объясняем пациенту, что он должен соблюдать правила. Он не должен выходить посередине дня на улицу, он должен использовать физическую защиту и должен использовать фотозащитные средства. Из фотозащитных средств мы выбираем то, что стопроцентно пациента защитит, и то, что пациенту будет удобно нанести. И в этом случае Ангелиус нас очень сильно выручает. Ну, и вообще, компания «Ля Рушпазе», вы знаете, что это не просто спонсор, это политический партнер, который сделал карту Российской Федерации, на которой объединил дерматологов и химиотерапевтов. Когда у компании такая позиция, социально направленная позиция, конечно, это вызывает большое уважение. Пациент сказал, я все понял, но мне надо было просто выбежать за сигаретами. Он выскочил до ближайшего киоска, и этого ему вполне хватило для того, чтобы получить вот такую фототоксическую реакцию с сыпью и зудом. Он приходит к нам, и вот здесь наши этапы. В первую очередь нам надо поставить дерматологический диагноз по первичным морфологическим элементам. И здесь это, конечно, кожная токсичность по типу фотодерматоза на фоне таргетной терапии. Следующим этапом нам надо оценить степень тяжести. Ну, и здесь мы пользуемся очень простым правилом. Самым простым – это процент BCA. Пользуемся ладонью пациента. Если это меньше 10%, это первая степень. Если это первая степень, мы пациента оставляем у себя. То есть мы его не консультируем дальше с химиотерапевтом в плане изменения тактики ведения. Здесь по классификации САЯ пятой версии первая степень кожной токсичности. И дальше чем мы пользуемся? Мы пользуемся, конечно, кортикостероидными наружными препаратами, коллеги. И выбираем всегда сильные или очень сильные. На ваш выбор могут быть, пожалуйста, любые из препаратов. Здесь вы можете посмотреть, как они называются. Вы можете ими сами использоваться. Если это ваш пациент, вы не хотите отправлять его к дерматологу. Просто не надо пользоваться слабыми. Пользуйтесь сильными кортикостероидами, и очень быстро получится эффект. Удобнее пользоваться формами эмульсии, если это лицо. Следующее – это решение о изменении схемы. Никакого изменения схемы не нужно. Мы справимся, дерматологи, с этим пациентом сами. Следующий пациент, который получает ингибиторы МЕК, анамнез, я не буду на это тратить. Это ваша терминология. И в этом случае мы ожидаем пустулезных высыпаний. И здесь то, что мы не делали никогда в жизни, и вдруг начали делать, нам это понравилось, это профилактическое использование тетрациклинов. Я думаю, что действительно нет такой нозологической единицы, где нужна была бы профилактическая длительная терапия тетрациклинами. И вот здесь 100 мг один раз в сутки по интермитирующей схеме очень хорошо предупреждает сыпь. Ну и уход. Правильный уход, который позволит поддержать микробиом, который позволит не травмировать кожу. И, конечно, мы пациентов предупреждаем о том, что нельзя пользоваться мочалками, нельзя пользоваться горячей водой, нельзя пользоваться средствами для лечения акне. Потому что как только начинают первые элементы видеть, они сразу в интернет. А пациенты, мне кажется, что стали все моложе и моложе с вашей патологией. Ну и вот это, конечно, идеальный совершенно уход. Это и очищение, и смягчение, и увлажнение. Но самое главное, что это средства, которые поддерживают микробиом. Ну и пациентке не хватило профилактики, хотя с другой стороны, посмотрите, это все, что у нее есть. Это лицо, волосистая кожа головы, ушные раковины. Очень выраженные патологические проявления, но очень ограниченные участки. В самом последнем слайде я вам покажу, как мы лечим. Здесь пустулезная сыпь и есть жжение. Самое интересное, коллеги, вот эта пациентка, мы вылечили ее от пустулезной сыпи. Через полгода она к нам пришла с панорициями. Потому что есть ранняя кожная токсичность, а есть более поздняя. И один пациент успевает пройти и пустулезные высыпания, а потом у него появляются панориции, а потом ботриомикомы. Эти пациенты при нас остаются, но они ужасно благодарны за помощь, потому что они очень хотят продолжать терапию. Значит, ставим кожную токсичность по типу акнеформной сыпи на фоне ингибиторов МЕК и смотрим степень. Опять меньше 10 ладошек. Значит, первая степень. То есть, да, выглядит все очень плохо, но не требует отмены препарата или изменения схемы противоопухолевой терапии. Что мы можем сделать? Вы видите, что по всем гайдлайнам здесь препараты тетрациклина рекомендованы уже по схеме 100 мг 2 раза в сутки. Ну и вот он немножко стал исчезать. Нам очень нравится Unidoc Solutab в этом отношении, потому что он хорошо переносится и при длительном использовании тоже. Ну, можно миноциклин или окситетрациклин. Наружно, как ни странно, тоже кортикостероиды. И каждые 2 недели мы этих пациентов смотрим. Вот когда такие корочки, то мы их отмачиваем, потому что понятно, что никакой кортикостероид, никакой антибиотик наружный не проникнет через корки. Поэтому вы видите здесь реваноль и, безусловно, фотозащитные средства, потому что можно получить и фототоксическую реакцию. И пациентку оставляем на той терапии, которая была. Следующий пациент получает уже иммунотерапию. И это совершенно особые пациенты, которым мы тоже назащаем первым делом фотозащиту. Помним про ангелиус, обязательные эмаленты, правильное очищение, бережное. И возникает эритоматозно-популезная сыпь. Коллеги, ужасно боимся этой сыпи. Очень боимся, потому что в какой-то момент эта сыпь может пойти по возрастающей и дойти до синдрома Лаела. Поэтому, если ваш пациент говорит, что кожа болит при пальпации, если пациент где-то есть булезное высыпание, сразу госпитализируйте. Потому что это буквально может произойти через часы, вот за часы, и пациент может погибнуть. И если мы здесь и назначаем, говорим, что это всего вторая степень тяжести, и назначаем только наружные кортикостероиды, то мы пациента предупреждаем. Никакие две недели, часы. Если вам дармовейт не помогает, звоните, мы вам назначим системные кортикостероиды. Иначе все может из-под наших рук утекать прямо как вода. Здесь вторая степень тяжести по площади, здесь больше 30%. И в плане терапии начинаем с наружных кортикостероидов, наружных противозудных препаратов, антигистаминные. И если эта история буквально в часы не решает проблему, то это системные кортикостероиды. Дексаметазон, что хотите. Нам очень нравился метилпреднизолон. Приднизолон, он сейчас в какой-то особой форме стал. Одна таблетка сразу или 16, или 32 миллиграмма, а не 4. На это надо обратить внимание. Ну, это уже ваш опыт, как вы сделаете. И, конечно, здесь может быть и отмена иммунотерапии. Ну, и вот этот вопрос для дискуссии, который я, если честно, задала его искусственному интеллекту, но искусственному интеллекту вопрос не понравился. При том, что я с искусственным интеллектом на короткой ноге. Если вы когда-нибудь слышали про приложение, про родинки, это мое приложение. И сегодня мы поддали в Росздравнадзор на последнюю стадию регистрации медицинского изделия. То есть это будет первое в России медицинское изделие, диагностирующее злокачественные опухоли. Вот здесь, коллеги, если честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я хочу его услышать. От вас ответ. Вот пациент получает иммунотерапию. Мы вынуждены назначить кортикостероиды. Как относиться к кортикостероидам у такого пациента? Что это значит? Мы полностью нивелируем то, что вводим. Или у нас врачи говорят, вот вы сегодня ввели, а вы сделаете кортикостероиды посерединке. А что, посерединке иммунотерапия не работает? Что, она работает только в день, когда вы ввели препарат? Или кто-то говорит, а вы назначите болюсную, такую дозу, которая бы равнялась тому, что вырабатывают сами надпочечники. Или вообще никак. Как кортикостероиды можно и то вводить, и то вводить. И здесь, как хозяйки распорядятся, как ответить на этот вопрос? Так, давайте, Татьяна Андреевна, скажите. Ольга Игоревна, скажите. Спасибо за доклад. Я еще не закончила. Но в некоторых препаратах иммунотерапии написано именно их, как в инструкции, да, что можно использовать глюкокортикостероиды против, ну, провели иммунотерапию, затем можно, перед, нет. При развитии осложнений, когда требуется введение кортикостероидов, то есть изначально мы их стараемся не вводить, и это противопоказано. Но тогда, когда развиваются осложнения, которые уже угрожают там жизни пациенты второй, третьей степени, вот здесь мы уже задумываемся и будем вводить для лечения, и потом перед иммунотерапией тоже. Вот так. То есть иммунотерапия остается, и кортикостероиды остаются? Да, да. Но при развитии осложнений не изначально. Нет, конечно, и профилактика. А если развились, то это вполне законно. То есть вы не нивелируете действия иммунотерапии, вы не обнуляете дорогостоящий препарат? В данном случае нет. Если развились осложнения, это оправдано. Ну вот видите, спасибо большое. Тут и я пополнилась знаниями, и мы будем спокойнее. Пациент получает одевантную терапию, и мы опять-таки можем что-то предупредить. И посмотрите, вот эта терапия может вызвать так называемый ладонно-подошвенный синдром. И я думаю, что вы все его видели, и это крайне тяжелое осложнение. И здесь, предупреждая пациента о том, что это может развиться, мы садимся и начинаем рассказывать, как стричь ногти, как уносить обувь, как резать овощи, как работать руками, особенно если это мужчины. Мало кто нас слышит, потому что мало кто представляет, что их ожидает в ближайшем будущем. И здесь, конечно, уход в первую очередь направлен на ладони и подошвы. И здесь мы можем эпитализирующие средства использовать тоже. Ля-Рош-Пазе, это цикопласт, идеальный препарат, который снимает воспаление, снижает раздражение, зуд и, самое главное, стимулирует регенерацию. Вот такие ладони и подошвы, опорные участки, и тут гиперкератоз, пузыри, и весь ужас в том, что это очень болит. И пациентка говорит, да я жить не могу, потому что я не могу стакан воды в руки взять и тапочки надеть, поэтому, пожалуйста, бога ради, отмените мне терапию. А еще то же самое говорят родственники, потому что так она за собой ухаживала, а тут приходится рядом с ней жить. И здесь, несмотря на то, что очень маленькая локализация, коллеги, посмотрите, пусая здесь только две степени. Либо первое, когда просто присутствует, и третье, когда ограничение самообслуживания. Понятно, что ладони и подошвы не могут привести к летальному исходу, но точно могут привести к отмене препарата, потому что качество жизни пациента крайне снижается. Ну и что здесь можно? Здесь топические кортикостероиды, посмотрите, опять очень активные. Третья, четвертая группа, то есть никаких легких препаратов. Четвертый класс – это в нашей стране мазь дермовейт. Или это может быть мамейт, или это может быть элаком, или это может быть, пожалуйста, жирная мазь адвантан. Но это то, что обязательно должно проникнуть. Это могут быть антисептики, если надо, и, если не получается, опять системно кортикостероиды, и на все, что эрозировано – цикольфат, цикопласт. Цикопласт многократно, он ложится как паста, и как только он исчезает с поверхности, можно повторять. Это и обезболивает, это и закрывает от вторичной инфекции, это профилактика вторичной инфекции. И если у нас с вами ничего не получилось в плане… Да, это средство с лидокаином наружное, которое вы можете использовать для обезболивания. И если у нас ничего не получилось, то прерывание противоопухолевой терапии. Вот видите, какая маленькая локализация и какие неприятности. Ну и последняя задача – это тоже иммунотерапия, монопрепаратом, когда мы ожидаем подобие кожных заболеваний, таких заболеваний, как псориаз, или пузырный дерматоз, или красный плоский лишай. И вот самое интересное, что, понимая, как работает иммунотерапия, мы начинаем понимать, как развиваются наши дерматозы. То есть ваша специальность принесла нам новые знания, то есть совершенно новые механизмы понимания дерматозов. Опять назначаем фотозащиту обязательно, эмаленты, бережное очищение. Но вот так развелась лихиноидная сыпь. Она очень похожа на красный плоский лишай. Она и клинически похожа, и субъективно очень выраженный зуд. И вот в этом случае несложно поставить диагноз. Это лихиноидная сыпь на фоне моноиммунотерапии. И, коллеги, здесь площадь 2, между 10 и 30 процентами. Но мы оценили только сыпь. А нам с вами еще надо оценить зуд. Потому что решающим в назначении может быть субъективная картина, когда хорошо, что высыпание, но иногда пациенты высыпания могут не беспокоить. А вот мучительный зуд, который приводит к ограничению повседневной деятельности, может быть достаточно тяжелой историей. И здесь в лечении зуда мы можем назначать противозудные топические препараты. И цикопласт, и лепикар опять нам в помощь. Потому что само увлажнение приводит к вот этому противозудному эффекту. Если у вас дома есть пожилые люди, и они чешутся, никогда не назначайте им антигистаминных препаратов. Назначите им увлажнение, назначите им лепикард. Попробуйте их помазать. И вы увидите, как ваши пожилые родственники перестанут чесаться. Потому что они думают, что они чешутся от полипрагмазии, от того, что у них много препаратов. Они чешутся от того, что они сухие. И здесь то же самое. Здесь тоже просто увлажнение может изменить картину. Дальше идут антигистамины. И обратите внимание, первого поколения. Старый препарат это вигил, супрастин. Почему? С седативным действием. Пациент успокаивается, пациент засыпает. А это принципиально важно. Ну и если не помогает, то здесь пригаболин, габапептин, препарат лирика, которым вы очень хорошо знакомы. И вот это иногда бывает уже такая тяжелая артиллерия, которая может помочь при тяжелом зуде. Ну и опять напомню, бережное очищение. Любой контакт с водой усиливает зуд. Коллеги, вода высушивает. После воды пациент чешется. Поэтому никогда никакой мочалки. Только щадящее очищение. И обязательно после этого увлажнение. Кортикостероиды наружно. Цикопласт на экскориации. И возможно, что изменения противоопухолей терапии не потребуется. Ну и вот посмотрите, вот эта пациентка, которая, я думаю, на вас на всех произвела впечатление вот этим носом. Это две недели. Если правильно подобрана только наружная терапия и тетрациклины. Спасибо большое вам за внимание. Если ко мне есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.